Друзья, всем привет! Меня зовут Миша Ряженко, я управляющий партнер компании Elite Startup. В этом видео мы поговорим о том, как топу какой-то компании, маленького стартапчика, сделать прыжок вверх для того, чтобы он мог вырастить свой бизнес кратно или получить какие-то хотя бы направления для кратного роста. Обязательно подписывайтесь на канал, проходите по ссылочке внизу в Telegram, на наш сайт, ищите там кучу всего интересного, в том числе описание, как мы проводим личные консультации для топ-менеджеров или владельцев бизнеса, и корпоративные продукты всякие тоже интересные. Все, по ссылочкам внизу. Итак, ситуация. Ситуация интересная, когда топы хотят потенциально, чтобы у них появился свой Яндекс, условно. То есть хочется, чтобы произошел кратный рост. Но кажется, что часто этого не происходит, потому что сам топ окружает себя людьми, которые, в общем, говорят ему то, что ему хочется слышать, смелые идеи не предлагаются, и он сам достать их откуда-то тоже не может, потому что вдохновления такого нет. Может быть, конечно, кто-то устраивает себе такие бизнес-туры, типа съездить, посмотреть, что как, у кого во вкус, например, съездить или еще куда-то, вдохновиться бизнесово. На самом деле так делают довольно редко ребята. А чаще всего ребята ориентируются на то, что все идет как идет, погружены в свою менеджерскую операционку, и вроде бы все ок, и кэш капает, и все отлично, но кратного роста, как было тогда, когда компания начиналась, столько и там стартапчик. Такого нет. Ну, как бы вот этого вот инновационного драйва, потому что тогда всем вроде было не страшно, а теперь вдруг раз и как бы что-то все. Почему? Потому что, ну, все, места нагрелись, создались, все классно, тепленько, и выходить из зоны комфорта уже как бы, ну, не хочется. Как, собственно, с этим работать? Работать с этим достаточно сложно и просто одновременно. Банки, например, с этим работают через акселерационные программы. То есть, когда делают какой-то отдельный департамент или просто в рамках своего же департамента, просто открывают, ну, как просто это условно сказано, сложно, но, тем не менее, все-таки сепарируют какой-то департамент новый, инновационный, от основного своего хед-офиса. И развивают его в относительной свободе, в рамках относительной свободы. Ну, она гораздо шире, чем те рамки, которые операционно и бизнес-процессно присутствуют в основном хед-офисе. Ну, если совсем грубо говоря, то, типа, ребята, делайте что хотите, главное, чтобы было круто. Круто по таким-то определенным параметрам, потом демо перед всеми топами будете показывать и будете рассказывать, что вы тут клевого делали или не делали. Ну, и ребята что-то делают. И в целом иногда даже получается. Вот вместе интервью на канале с Дмитрием Куриным из МТС Стартап Хаб, ты его создатель, вот, пожалуйста, посмотрите, там, собственно, рассказывают, как в интерпрайзах это происходит. Но даже если мы не интерпрайз, их не так уж и много, у нас все равно есть потребность на эти инновации прорывные, потому что, ну, блин, как же без них? Ну, то есть, типа, ты сделал, условно, миллион рублей в месяц, хочется три. Че сделать? Непонятно. Но те, кто пригрелись к этому миллиону, им уже ок, им нормально, они не хотят чейнджа, они не хотят меняться, а меняться придется. Поэтому работать с этим можно двумя способами. Первый способ, опять же, как обычно, все идет от топа. Топ предлагает прорывные идеи, назначает ответственных и вперед. Потом сверяет результаты, им очень неприятно, но работу потерять они не хотят, поэтому, собственно, идут и вроде делают то, что он сказал, но не пошагово и детально, с понятным планом, а типа, ребят, копайте вот эту тему, мне все равно, как вы будете это делать, ну, просто давайте. И смотрит на результат. Второй способ, он, ну, естественно, немножко иначе строится, когда выделяется какой-то там, условно, директор, или нанимаются внешние ребята, и они делают какой-то внешний департамент, ну, типа, внешнее подразделение, внешнюю команду, которая занимается только этим. И вот тут самое важное, чтобы вот эти ребята, неважно, будут ли они в рамках нового подразделения или какой-то команды, или это будут те, кому топ сказал, просто идите и делайте, чтобы они были автономно выделены. Потому что если вы их не освободите от их текущих ежедневных задач, ну, как бы, во-первых, им будет супер больно, неприятно, и мне их обычно жалко, когда я такое вижу. Ну, прям реально сочувствуем по-человечески. А с другой стороны, утилизация ресурсов. Ну, то есть у них есть какой-то ресурс, пускай они лучше ничего не делают, но в конце недели придумают, как вам кратно вырасти, и потестируют это там, то есть потратят суммарно на это, не знаю, чистых 5 часов времени. Но лучше, пускай будет так, чем они все время будут распределять по каким-то бесконечным количеству задач и в итоге просто не сделают толком ни того, ни другого. Ну, или свою операционку, поскольку они уже знают, ну, сделают что-то в рамках обычной продуктивности. Ну, а как бы тут скажут, ну, да, я пытался, в общем, что-то новое придумать, но ничего не придумал, ну, потому что вот как бы вот так. И это на самом деле единственный вариант, как что-то можно сделать. Есть такой третий, он не очень. Когда топ сам идет, сам драйвит новое направление, как это было, когда он основывал компанию, стартап, и поручает дальше это кому-то. Но мы же не железные, если вы топ, так нельзя, так не получится, и надо кого-то воспитывать, кто, соответственно, сможет подхватывать и драйвить такие штуки, ну, и нанимать тех людей, которые потенциально, в принципе, вообще способны на такое. Меня зовут Миша Ряженко. Эти видео посвящены проблемам топ-менеджмента, проблемам фаундеров, стартапов. И по ссылочкам внизу проходите, личные консультации. Также по ссылочкам внизу наш канал, сайт. Подписывайтесь и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok